Приветствую вас на нашем традиционном завершающем мероприятии по итогам прошедшего года. Ситуация была сложной, более сложной, чем в предыдущие годы. К конфликтам, которые давно уже тлели, горели, были хроническими, добавились новые опасные очаги напряженности, и особое беспокойство вызывает ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, нарастание в регионе угроз со стороны сил экстремизма и терроризма, которые выплескиваются и за его пределы, и на которые мы давно-давно обращали внимание наших партнеров. Сохраняются риски углубления межконфессиональных, межцивилизационных разломов, но и, безусловно, ситуация в мировой экономике далека от определенности. Мы исходим из того, что все события последних лет убедительно говорят о том, что решение проблем глобальной безопасности, стабильности можно добиться только сообща. Но налаживанию совместных, солидарных действий мирового сообщества препятствует ряд негативных тенденций, и среди них, прежде всего, отмечу фундаментальные противоречия между объективным процессом рассредоточения глобальной мощи, процессом формирования полицентричного, более демократического мироустройства с одной стороны и с другой, настойчивыми попытками так называемого исторического Запада любой ценой удержать лидерство в мировых делах, навязывать свои подходы, свои ценности другим участникам международных отношений, в том числе и силовым путем. Такая линия, как в зеркале отразилась и в ситуации на Украине. Не буду подробно останавливаться на наших оценках того, как все это случилось. В соседнем, очень близком, братском для нас государстве вы наши оценки знаете, ну и в ходе вопросов и ответов наверняка эта тема неоднократно будет затрагиваться. Скажу лишь, что Россия твердо привержена всеобъемлющему и исключительно мирному урегулированию украинского кризиса. Реалистичной основой такого урегулирования являются минские договоренности. Они были достигнуты в том числе и благодаря инициативной роли президента Российской Федерации. И сегодня, безусловно, самой насущной необходимостью является запуск прямого общеукраинского диалога. В его рамках необходимо предметно обсудить и согласовать конституционные устройства страны, чтобы в ней было комфортно и безопасно жить всем без исключения украинцам. Отрадно, что безальтернативность такого подхода, по-моему, начинают осознавать и наши западные партнеры. И надеюсь, что предстоящие в обозримом будущем контакты на разных уровнях, в разных форматах позволят продвинуться на этом направлении. И, конечно же, лишь народ Украины без какого-либо вмешательства извне должен сам определять свое будущее. Прямые контакты в этом контексте принципиально важны. Прежде всего, учитывая остроту кризиса на юго-востоке Украины, прямые контакты между Киевом и представителями провозглашенных в Донецкой и Луганской народных республик. А все другие форматы с участием так называемых внешних игроков, включая Нормандский и какие там только могут быть еще, а также вся деятельность ОБСЕ, все это должно быть нацелено на то, чтобы содействовать вот такому прямому устойчивому диалогу по всем вопросам, которые необходимо регулировать для того, чтобы преодолеть этот кризис. По крайней мере, мы будем и далее оказывать содействие созданию благоприятных условий именно для такого решения, стоящих перед Украиной масштабных проблем. Мы слышим немало заявлений со стороны наших западных партнеров о том, что необходимо Россию и далее изолировать. Президент Обама счел возможным во вчерашнем послании нации заявить примерно об этом же. Все эти попытки, они не дадут результата. И несмотря на подобную линию наших западных партнеров, в своем послании Федеральному собранию президент Путин подчеркнул и достаточно ясно дал понять, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции, подозрительности, поиска врагов. Мы проводим активную внешнюю политику, последовательно отстаиваем наши национальные интересы, но при этом не ищем конфронтации, всегда готовы к разумным компромиссам, опирающимся на баланс интересов и стремимся воздействовать на международную обстановку в интересах ее оздоровления, в интересах укрепления безопасности и продвигаем мирную, устремленную в будущую повестку дня, настаивая на том, что только коллективные усилия могут дать ответа на те вызовы и угрозы, которые стали общими для всего человечества. При этом, конечно же, необходимо опираться на международные права, центральную координирующую роль организации бедненных наций. Россия активно работала за истекший год в различных многосторонних форматах, включая группу 20, БРИКС, ШОС. Кстати, саммиты БРИКС и ШОС в этом году мы принимаем в Уфе на российской территории. Будем использовать наше председательство в этих форматах для придания нового импульса их деятельности. В рамках БРИКС, прежде всего, речь идет о согласовании важных документов в экономической сфере. Это стратегии экономического партнерства и дорожные карты инвестиционного сотрудничества. Планируется подписать соглашение о культурном сотрудничестве и открыть новые треки взаимодействия. Будет запущен и в виртуальный секретариат БРИКС. Подписание договора о Евразийском экономическом союзе, который начал полноформатно функционировать с 1 января, стало крупным шагом в продвижении интеграции на постсоветском пространстве. Со 2 января полноправным членом Евразийского экономического союза стал Армения. В ближайшее время завершится оформление членства Киргизии в этом союзе. И, безусловно, интерес, который мы ощущаем к этому процессу со стороны многих наших партнеров, весьма показателен. Стремление различных государств подключиться к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом мы приветствуем. Уже несколько десятков стран высказали пожелание начать консультации на предмет возможностей заключения с Евразийским экономическим союзом соглашения о свободной торговле. В прошлом году мы были председателями в организации договора о коллективной безопасности. Уделяли серьезное внимание дальнейшему повышению эффективности, совершенствованию механизмов оперативного реагирования и миротворческого потенциала организации. Что касается европейского направления, то линия Брюсселя в связи с украинским кризисом привела к существенному спаду в нашем взаимодействии с Евросоюзом, к обострению ряда проблемных моментов в политической и экономической областях нашей повестки дня. Мы считаем необходимым вести дело к преодолению этих проблем на системной основе через равноправную взаимоуважительную работу, потому что мы по-прежнему заинтересованы в поступательном развитии нашего равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Евросоюзом. Мы уже не первый год призываем партнеров начать конкретную работу над проектом, который мы условно называем «Интеграция интеграций», имея в виду выстраивание последовательности шагов по формированию единого экономического гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана с опорой на принципы неделимости безопасности и широкого сотрудничества. Внесли такое предложение в ОБСЕ в рамках ее деятельности по второй так называемой экономической корзине. Не услышали отторжения, надеясь, что мы такую работу сможем начать, потому что, по нашему убеждению, согласование таких стратегических ориентиров помогло бы обеспечить гармоничное развитие всех государств, так называемой Большой Европы, как входящих, так и не входящих в различные интеграционные объединения. А первым шагом на этом пути мог бы стать запуск переговоров о заключении соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Такую инициативу, как вы знаете, год назад в Брюсселе выдвинул президент Путин. Она сохраняет свою актуальность. На американском фронте отношения между Москвой и Вашингтоном серьезно обострились. Администрация США свернула двусторонний диалог по большинству направлений. Мы призываем американских партнеров вернуться на путь конструктивного взаимодействия как по двусторонним вопросам, так и на мировой арене, где наши страны несут особую ответственность. Причем диалог такой возможен, конечно, только на основе равноправия и учета интересов друг друга. Вслед за действиями США на строй на конфронтацию возобладал и в Североатлантическом альянсе. Там принято абсолютно политизированное решение о приостановке сотрудничества по военной и гражданской линиям. Практически все проекты заморожены. Ну, это не наш выбор. Мы не хотим и не допустим никакой новой холодной войны. Наши западные партнеры должны понимать, что обеспечение безопасности в современном мире невозможно через попытки односторонних действий, одностороннего давления на партнеров в совместной работе. Работа совместная от этого серьезно страдает. Мы продолжали усилия по интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Президент Путин неоднократно отмечал, что взаимодействие АТР имеет для нас стратегический, приоритетный характер на весь 21 век. Это важно в том числе и для подъема восточных регионов России. В то же время мы подчеркиваем до сих пор, что хотим это делать не в качестве альтернативы связи с Европой, с Западом в целом, а одновременно с их углублением, разумеется, при наличии встречной заинтересованности наших партнеров. Поступательно расширялись российско-китайские связи. В ходе визита президента Путина в Пекин в мае прошлого года было заключено около полусотни соглашений, вы о них подробно были информированы, и наше партнерство на международной арене с Китаем прочно утвердилось в качестве важного элемента поддержания глобальной и региональной стабильности и безопасности. Мы наращивали стратегическое партнерство с Индией, Вьетнамом, взаимодействие с другими государствами региона, расширяли участие в деятельности многосторонних механизмов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продолжали углубляться наши отношения с государствами Латинской Америки, Африки, с теми интеграционными объединениями, региональными структурами, которые в этих регионах развиваются. Мы старались самым активным образом содействовать урегулированию различных конфликтных ситуаций. При непосредственном участии нашей страны удалось успешно завершить химическую демилитаризацию из Сирии. Была такая совместная российско-американская инициатива, что, в общем-то, показывает, что когда руководствуешься базовыми интересами, а не конъюнктурными соображениями, вполне возможно и переступать через себя, и находить возможности плодотворно взаимодействовать. Предпринимали последовательные усилия и в интересах содействия политическому регулированию внутри сирийского кризиса через создание условий для прямого диалога между представителями сирийского правительства и всеми значимыми оппозиционными группами. В выходящем году главную угрозу региону Ближнего Востока и Севера Африки представляло собой так называемое «Исламское государство», и мы рассматривали противодействие терроризму как один из главных приоритетов нашей деятельности. Мы, кстати, предложили под эгидой Совета Безопасности ООН провести комплексный анализ угроз на Ближнем Востоке и на Севере Африки во всей их совокупности. Опять же, никто не возражал, и мы сейчас продолжаем работать над реализацией этого очень важного, на наш взгляд, мероприятия. Российские усилия в рамках «шестерки» способствовали прогрессу в регулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы. Работа продолжается, несмотря на сохраняющиеся сложности, есть все основания рассчитывать на результат. В числе приоритетов нашей работы неизменно оставалась защита прав и интересов соотечественников, которые проживают за рубежом расширения международных, гуманитарных и культурных обменов. Мы активно содействовали нашему бизнесу в его деятельности на мировых рынках, содействовали привлечению новых экспортеров товаров и услуг, расширению географии рынков для российской продукции. Уделяли особое внимание информационной работе, сопровождали внешнеполитическую деятельность широкими контактами с средствами массовой информации, с мировой общественностью и в целом делали максимально возможного для создания благоприятных условий в интересах комплексного развития страны, в интересах повышения благосостояния наших граждан. Эти задачи как раз и зафиксированы в качестве приоритетных в указе президента от 7 мая 2012 года о мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации. Эти же задачи являются главными в концепции внешней политики Российской Федерации, которые требуют от нас делать все для создания максимально благоприятных внешних условий для всестороннего развития нашей страны, повышения благосостояния граждан, их защищенности на международной арене. Продолжение следует...